Урсула Андрес Урсула Андрес помогла установить шаблон для девушек Бонда, когда она появилась в роли медового райдера в фильме «Доктор Нет» в 1962 году. И фильм сделал ее огромной звездой. Сцена, в которой она выходит из океана в бикини, является одним из самых запоминающихся в ходу франшизы. Она была выдающимся секс-символом на протяжении 60-х и 70-х годов и продолжала регулярно сниматься в течение 80-х годов. Наиболее значимой стала ее роль Афродиты в «Битве титанов» в 1981 году. Ее актерская деятельность пошла на спад в 90-х годах, и она не снимается с 2005 года. Ширли Итан, 84 года Голдфингер, 1964 год Как у Джилл Мастерсон в третьем фильме о Бонде, в Голдфингере у Ширли Итан не было много времени на экране. Ее персонаж был убит относительно рано в фильме, после одной ночи с Бондом Шона Кеннери. Но именно так ее персонаж и сделал ее иконой. Итан играла мертвую, пока была покрыта золотой краской, создавая мгновенно запоминающуюся сцену для фильма и для ее карьеры. К моменту появления Голдфингер Итан уже была звездой определенного статуса, но ее роль в Бонде сделала ее международной сенсацией. После Бонда Итан продолжала сниматься в Голливуде. Актриса уволилась с работы в 1969 году, чтобы сосредоточиться на воспитании двух своих сыновей. Она опубликовала автобиографию в 1999 году, где утверждает, что кроме всего еще и увлекается живописью и скульптурой. Джилл Сэн Джон, 80 лет Фильм «Бриллианты навсегда» 1971 года Героиня Сэн Джон работает на американскую организацию, которая вывозит нелегальные бриллианты из Африки. Еще одна плохая девочка с шикарной фигурой, пурпурным бикини и дьявольским умом, из-за чего мужчины хотят ее еще больше. У Джилл также была бурная личная жизнь. Сейчас актриса замужем за актером Робертом Вагнером, который стал ее четвертым мужем. Пара жената с 1990 года. Джейн Сэймур, 70 лет Фильм «Живи и дай умереть» 1973 года Британская актриса Джейн Сэймур в своем возрасте обладает всем, о чем может мечтать любая девушка. У Джейна очаровательная улыбка, гладкая кожа, великолепная грудь и тонкая талия. Многие хотят выглядеть так на пенсии. Как и Джилсон Джон, Сэймур была замужем четырежды. Ее последним супругом был актер Джеймс Китч. Сэймур продолжает сниматься в кино, не выходящим, правда, в широкий прокат. Брит Экланд, 78 лет Человек с золотым пистолетом 1974 года Брит Экланд была одной из самых известных женщин в мире на протяжении 60-х и 70-х годов. Ее роль Мисс Гуднайт в фильме «Человек с золотым пистолетом» закрепила ее статус секс-символа, и она продолжала хорошо себя вести в 80-х годах. В 2018 году Экланд выступила участником шведского сериала «Лэдс Дэнс». Ее известность даже привела к ее изображению другими актрисами, включая Шарлиз Терон в «Жизни и смерти» Питера Селлерса и Хелену Матсон в «Моем мужу не серве». Барбара Бах, 73 года «Шпион, который меня любил» 1977 года Барбара Бах была очень востребованной моделью, прежде чем начать актерскую карьеру и добиться известности в качестве агента, а не о массовой фильме «Шпион, который меня любил», в котором она следовала наследию Пусси Галлар, играя равных соперников для Бонда, прежде чем в конечном итоге стать его союзником и любовницей. Барбара, первая из подружек Бонда, появилась на обложке журнала «Плейбой», а в 1981 году нашла мужчину, который действительно ее любил – знаменитого Ринго Старра из группы The Beatles. Выйдя замуж, она больше не снималась в кино. Кэрол Буке, 63 года Фильм «Только для твоих глаз» 1981 года Обладательница самых длинных ног за всю историю Бондианы и, пожалуй, самых красивых глаз Карьера Кэрол Буке началась в 1977 году, но мировую известность она приобрела в роли Меллины Хевлок «Преследующий месть» вместе с Роджером Муром в фильме «Только для твоих глаз» С тех пор она продолжает сниматься в десятках фильмов, спектаклей и телесериалов Она выиграла премию Сезара в 1990 году за свое выступление в фильме «Слишком красиво для тебя» В 2003 актриса обручилась с Жераром Депардье, но порвалась с ним в 2005 У Буке есть два сына Грейс Джонс, 72 года Лицензия на убийство, 1985 Легендарная актриса, модель и певица Грейс Джонс прославилась тем, что появлялась в собственных клипах «Живыми львами» и оголяла грудь в калифорнийском Диснейленде Ее любовниками всегда были только сильные мужчины – Адольфа Лунгрена до Арнольда Шварценеггера «Внутри каждого из нас, возможно, течет кровь пришельцев. Эта мысль делает мою жизнь более понятной», – сказала однажды Грейс Не скажем за себя, но по отношению к самой Джонс это высказывание верно на все сто Основное стремление Джонс, как это было до Бонда – музыка С 1977 года она выпустила 10 студийных альбомов и остается одним из самых выдающихся исполнителей своего поколения Она выпустила автобиографию «Я никогда не пишу свои воспоминания» в 2015 году Фамки Янсен, 56 лет Фамки Янсен была успешной моделью до перехода в актерское мастерство и достижения прорыва в качестве убийцы Ксении Анатоп в «Голден Ай» Роль вознесла ее до пределов славы и помогла ей сыграть роль Джин Грей во франшизе «Люди Икс», которую она сыграла в четырех хитовых фильмах Янсен продолжает активно сниматься В 2011 году Фамки дебютировала в качестве режиссера, сняв драму «Плохая мамочка» с участием Милы Йовович и Марсии Кросс Мишель Ео, 58 лет Завтра не умрет никогда, 1997 год У Бонда и раньше были экзотические девушки Но только Вейлин, точнее актрису Мишель Ео, мы воспринимаем всерьез Вейлин – агент китайской секретной службы Владеет восточными единоборствами, никому не доверяет, не нуждается ни в чьих услугах И отвечает на ухаживание агента одними насмешками После съемок Перс Броснан сказал про исполнительницу главной роли «Мишель Ео меня сделала» По-хорошему Джеймса Бонда надо было играть именно ей В жизни Мишель тоже боевая девчонка Она единственная женщина, которой Джеки Чан позволял ставить собственные трюки Софи Марсо, 54 года Фильм «И целого мира мало» 1999 года Редко, когда любвеобильному Бонду хватает одной девушки Так уж завелось, что в каждом фильме у шпиона их две – хорошая и плохая Так вот, дочь нефтяного магната Электро в исполнении блистательной Софи Марсо оказалась и той, и другой Сначала красотка обольстит его французскими поцелуями, а после свяжет и начнет пытать Сейчас Софи живет с дочерью в пригороде Парижа и изредка снимается в фильмах Денис Ричардс, 50 лет Фильм «И целого мира мало» 1999 года Денис Ричардс начала свою карьеру в качестве модели, а затем перешла в кино в 90-х годах Кульминацией ее карьеры стала роль Крисмас Джонс в фильме «И целого мира мало» 1999 года С тех пор она продолжала сниматься в фильмах и делать карьеру как личность реалити-шоу Снявшись в своем собственном сериале Денис Ричардс «Это сложно» в 2008 и 2009 годах И присоединившись к съемочной группе настоящих домохозяек Беверли-Хиллз в 2019 году Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok